Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Хочу представить вам сегодня очень интересного собеседника. Это Инна Лагутова. Она консультант по образованию во Великобритании. Ну и я, Ольга Макаренко, преподаватель русского как иностранного. Я готовлю к GCSE по русскому языку. Ну что, начнем нашу интересную беседу. Мы сегодня решили поговорить об экзамене GCSE по русскому. И особенно для тех, это будет интересно, кто только начал этой темой интересоваться. Вообще, что такое GCSE? Для чего это нужно? Нужно ли? Да? Да. Хорошо. Что такое вообще GCSE? GCSE – это уровень, если говорить на русскую терминологию, это окончание девятого класса, общие экзамены, которые называются GCSE. В этот экзамен может входить как раз-таки русский язык как дополнительный для набора дополнительных баллов. И вот как раз Ольга владеет вот этой информацией для того, чтобы получить вот этот дополнительный балл. То есть мы можем GCSE, грубо говоря, сравнить с ОГЭ. Общий государственный экзамен, который сдается в России, точно такой же существует, только он называется GCSE в Англии. Русский язык мы можем туда включить. Даже если ребенок является чисто русским ребенком, говорит по-русски абсолютно свободно, несмотря на это он может сдать экзамен GCSE и получить дополнительные баллы для поступления дальше в колледж. А когда же сдают GCSE обычно в Англии? И ты имеешь в виду, в каком возрасте? Да, в каком возрасте, в каком классе? Где-то 15-16 лет. Да, и в year 11, да? Да, у нас это называется year 11. Это то есть девятый класс в России. Девятый класс – это year 11, да. Почему может быть разный возраст? Потому что бывает так, что дети приезжают на год позже. Все зависит от того, какие знания у ребенка. Есть, которые более продвинутые. Бывает, что приезжают год, подгоняют английский язык, и остаются как бы по-русски на второй год, что тоже абсолютно не критично. И таким образом их возраст просто продлевается. То есть они могут не в 15 лет сдать GCSE, а в 16. То есть это не проблема, да? Абсолютно нет. Но GCSE по-русскому часто сдают на год раньше. То есть в year 10. Сдают его раньше для того, чтобы, может быть, не получать вот эту нагрузку, которая потом идет в GCSE level. Все равно лучше сдавать в year 10. Ну, самый крайний случай year 9. Да, чтобы освободить year 11 для других предметов. А, кстати, сколько в среднем предметов сдают? 9-11 предметов. Ну, 11 – это считается прям вау. Максимум предметов, которые они могут взять. Да. Потому что когда мы идем уже в 10-11 класс, а у нас он называется A-level, мы выбираем 4 предмета. Но мы уже четко понимаем, что на A-level мы выбираем именно те предметы, которые необходимы для поступления в университет. Те баллы, которые вы набрали на GCSE, они переходят в A-level. То есть это очень важно. Если вы не набираете баллы, вы можете даже не пройти на A-level, потому что недостаточно будет баллов. Да, а баллы, они работают в каждой школе, своя система. Да-да, но балловая система – это вообще отдельная тема. На самом деле, этому нужно отдельно какой-то разговор посвящать. Но да, существует просто система баллов, например, 100, грубо возьмем, и ты должен набрать 95, например, баллов для того, чтобы поступить в какой-то колледж. Или пройти на A-level ты должен набрать 80 баллов. И за счет того, что ты сдаешь предмет, ты набираешь определенное количество. И русский язык дает вот в это количество наличие баллов. Да, да-да-да. Да, и тем более, если человек билингф, или если человек, в принципе, способен сдать на высокий балл, то это очень даже хорошо, да, получается? Да, да-да-да. Надо всегда пользоваться. Например, вот если китайцы сдают китайский, испанцы сдают испанский, то русские сдают русский. Это в любом случае. В любом случае нужно использовать. Кстати, такой еще вопрос. Допустим, если ребенок билингф, или если он вообще русский, приехал из России, здесь заканчивал, например, старшие классы, есть ли ему смысл сдавать русский? Потому что некоторые переживают, что GCC по-русскому не котируется или не считается настоящей квалификацией, если ты все равно русский. Нет-нет, это ложная информация. Я вот тоже не сразу скажу так. Русский всегда будет актуальный, и всегда он как дополнительный предмет будет. Некоторые школы изучают русский язык. У них есть как дополнительный предмет русский язык, но не во многих школах это актуально. Чаще всего в больших школах, в частных каких-нибудь, да. Но на самом деле русский язык сдать всегда надо. Это всегда возможность пройти куда-то выше, то есть немножко как подтянуться. Это очень важно на самом деле. То есть неважно, ребенок билингф, не билингф, русский, нерусский, неважно. Если есть такая возможность, надо ей пользоваться. Да, русский на самом деле один из нужных языков в мире. И поэтому я всегда говорю, всегда говорю, сдавайте. Дайте себе больше возможностей, возможностям своим детям и вообще откройте другие пути. Да, 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 да. И, допустим, если сдать GCSE по русскому языку чуть пораньше, у нее нет срока годности, да. Раньше был два года срок годности, то есть нужно было в течение двух лет сдать уже A-level, а потом уже у A-level не было срока годности, а сейчас и у GCSE тоже нет срока годности. Да, да. То есть можно сдать его, допустим, в E9, про него забыть, и он будет действителен всегда. Да, да, сейчас поменялось очень многое. Ну и экзамен немножко посложнее сделали с 2017 года. Вообще все экзамены по иностранным языкам все сделали посложнее. Раньше они были прям совсем легкие. Там тик-тик-тик, поставил галочки и все. Сейчас все-таки надо немножко уже... Ну мы должны растить, думаю, еще нацию. Конечно, конечно. На этом все. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Еще много, наверное, вопросов появится. Ну будут вопросы, пишите. Спасибо.